всем привет привет ребята снова передача отдела хоккея как мне подсказали 503 часа прошло со времени последней нашей студийной съемки и встречи с вами представляете сколько времени но мы отметили новый год и праздники хорошенько отдохнули и с вами виталий славин сергей гимаев максим лебедев и я павел лысенков мы обсудим актуальные темы которые разумеется заключается в том что чемпионат кхл стал на это даже на самом деле у них есть вопрос формулировок потому что я с лиги разговаривали не говорят мы чемпионат кхл не останавливаем для нас это важно мы просто переносим матчи а переносим матчем и потому что в лиге начался вот этот к вид ну к вид это отдельная тема сергей вот ты прямо из эфира едешь на трансляцию матч автомобилиста да и потом на следующий день будет игра и после этого все да вы комментатор все уходите на каникулы но с 15 числа до все матчи перенесены и вот лига на самом деле сколько могла еще игр дала возможность сыграть но просто уже действительно прям цепная реакция пошла уже команды закрываются на карантин уже дальше было некуда то есть это правильно то что сделать ну да но уже совсем уже половина команд закрылся карате в принципе уже никому не остается возможности даже играть и поэтому сколько могли протянули так уже начали закрываться команды уже на карантин уже две-три недели назад но лига дала возможность по максимуму матча сыграть с ребятами разговаривал из команд это еще представляешь что это такой новый штамм мне кажется это обычная какая-то простуда и вообще хоть один там есть который тяжело ну относительно тяжело заболевать который лежит в постели и даже кто умер 92 года давайте мы сейчас про хоккей говорим о ней про не прожить другая какие самые сильные вообще никого нет направленность другая в общем смысл в том что все с кем с кем я общался говорят что проходит болезнь бессимптома вообще температура вообще даже нет нет есть температура но это уж не большого количества ребят в лиге в большинстве своем а говорю что проходит бессимптом это хорош хорошая новость я кстати смотрел в твиттере выложили твиттере филадельфии интервью ивана проворова причем так лига сама его широко не распространяла потому что он разбомбил просто все эти порядки у проворова серия была больше 400 матчей сначала карьеры это просто бриллиантовая серия думал на самом деле сейчас рекорд вечный дуга джарвиса железный человек всех времен побивает ендал который вообще не тянет филадельфии как раз играет с проворовом абсолютно там второй по показателю полезности похудшие минус 20 практически всего держит составе чтобы на серию побил не проворов сначала карьера не пропускал ни одного матча тут у посадили какой-то протокол на три игры и потом вывели к прессе спросили иван что ты думаешь об этом он говорит блин я старался играть с травмами ноги там на уколах на обезболивающих чтобы помогать команде продлевать эту серию тут меня сажают из-за обычной сезонной простуды и он две минуты просто бомбил лигу которая в итоге это интервью толком не распространил но я прекрасно понимаю что не творится на душе но я думал вот мы зря критикуем и нхл но это мы не можем критиковать другая кхл там федерация хоккей мне главное кажется ведь все идет от медицинских властей страны мы же не можем нарушать порядке правильно хоккеисты такие же граждане страны как и все остальные если он заболевает понятно это спортсмен тренированный там накачанным здоровый но все-таки они все общаются с семьей у кого-то есть там пожилые родственники поэтому я считаю что это правильность и дело то что такая вирусом непонятно к чему это все приведет как хоккей казалось заложником все все вот к видны максим как дамы у нас теперь каждый сезон будет такой не знаю у нас может быть такой потому что ребята мы сами целиком состоим из вирусов вирусы появились на планете раньше всех нас всю жизнь человечество выживало и вообще любые биологические виды вызывали выживали только за счет того что с вирусами сотрудники а то о чем каждый сезон нас будет кнопка паника когда начинается да но это не медицинская абсолютно кнопка эта кнопка абсолютно медицинской медицина кстати панику не била медицина отнеслась как не белка канаде закрытся дворцы сюда нет это теперь это пришло сверху этот политиков пришло это пришло от политиков которые там дворцы закрыли медицина самого начала вся говорила ребят такой же насморк то бросить и люди умирают они от гриппа думаешь люди не умирают такого процента нет у нас сейчас в россии больше процент умирающих там два процента свою статистику по 1200 человек умирал а ты статистику старый гриппа смотрел у меня жена врач выше категории вернемся к хоккею за это все знаю проходило совещание во первых это как был то есть понедельник проходил свещание обычно в 10 30 кх то есть там традиционно утренняя планерка на ней никакого решения принято быть не могло хотя перед этим говорили вот сейчас на этой планерке лига что-то становится нет сказали что мы продолжаем нашу жизнь потом на следующий день уже по зуму все руководители клубов собрались вместе и решали о том что вам делать дальше и ситуация стремительно изменилась там торпеда заболели да да там 8 клубов да потом спартаке они сначала говорят травились это пол не знают с лучшим очень может быть что они просто скажешь отравить чтоб не оставаться на карантин в владивостоке дальше на дальнем востоке были потом они приехали сюда у них уже 10 человек играть некому потом вот говорят а почему там не играют фарм-клубы там и молодежная какая-то команда вообще все заболели прямо вся эта вертикаль и потом вот смотри сравнивать с прошлом сезон до кого через сезон там играли но считает некорректное сравнение там было начало сезона то есть там принципе все цска они знали что неплох пойдут все это очка от игра сейчас извините ребята сейчас борьба за плов идет сейчас в основных состав нельзя играть и потом давайте чтобы люди ходили на хоккей сейчас приехал бы цска соска играл там без основных игроков ну чё это кому-то интерес смотри то звезду каких-то много мемов я считаю что правильно отменяют эти матчи и отменили переносит носа переносит ну ну и потом не так много вон халл извините больше 100 матчей ну конечно не олимпийскую паузу задействовать аромика что не успеет 43 матча когда шло свещание с момента освещание до олимпийской паузы 43 матча вопрос шел а сорока трех матча на самом деле это не больно не так много 43 матча чем из них реально где-то треть оставалось то что остальные уже отменили сами по себе из-за того что команда сильно карантин чем проблему ты особо не вижу отыграть в олимпийскую паузу потому что до цска там будет ослаблен потому что мой от и там их и шведы есть там калтук нет и россияне и я база куб сборной россии да да и даже главный тренер до автомобилисты и да ну вот команда остальные то останутся пусть они играют не будет таком состоянии многие как он послаблено почему как команда второго ряда там массово много игроков не вену автомобили что-то критическая ситуация будет они это бьют заплывов и у них ситуация сейчас сложа но они бьются заплывов что говорит не бьются ли они да у них действительно сейчас уже такое серьезное отставание уже от восьмого места но тем не менее их запасе есть матчи ну и такой состав как автомобилистом просто обязан подать плов понятно что другой просто падут они или нет покажет время но они бьются заплывов я что хочу сказать сейчас от лига она сказала что ближайшее время опубликует расписание на олимпийскую паузу мне кажется главное вот чтобы о чем и борис михалка все что были равные условия если будете там давать какую-то команду чтобы она не была в ослабленном составе с тем же автомобилистом чтобы они не было игра куда-то и вот условно там какая-то играю команда xy у них там потеряли по одному по два игрока они могут раз собой вы согласны вернусь я к другому на самом деле к чему я вел меня мысли бы не в этом то что совещание руководитель клуба морозов объявил итоге каждый руководитель клуба практически но я думаю ясмонтович наверно был против как консультант сборной и базовый клуб сборной циска в олимпиаде участвует вот практически это член сборной составе к вот и наверное был против кунь-унь но практически каждый руководитель клуба думал о себе то есть магнитка зачем нам что-то переносить например у нас мы мы теряем деньги на это любой клуб там возьмем ангард объявишь то сказать отыграть они теряют деньги на этом да и мы ослабленный состав все это каждый проголосовал но когда морозов сказал что мы продолжаем чемпионат возникло ощущение что кто-то позвонил прямо с самого верха чуть ли не из кремля вот уж тыс монтович он же во первых были была информация что он говорил посмотрите у нас там какие патроны сверху они недовольны вот и может быть какой такой звонок последовал потому что в итоге все-таки кх сохранила свое лицо то есть сказала что мой чемпионат просто какие-то матчи переносим но перенесли практически все и тут же встает вопрос действительно сборной и не только сборной россии посмотрите кунь лунь у кунь луни нету глубины состава вообще им выбирать несколько они вот этот состав свою кунь луни собирали шесть лет наигрывали катали и представьте себе пускай даже это будет бессимптомная форма пускай это будет просто справочка до положительный тест на ковид но их не пустят свой китай и они просто мне кем будет играть что и говорить о рижском динамо латыши очень здорово отобрались на олимпиаду просто классические представьтесь у них начнется это я надеюсь переболели нет вопрос не болезнь а что-то опять же терминология болеть или просто сидеть положительным тестом это абсолютно разные вещи нет они давно уже на макдевит макдевит попал в такой же ковид протокол в эдмонтоне вчера я смотрел интервью он говорит у меня ничего не болело я просто нос был заложен один день в день матча сторон то как раз усняли но у меня была положительная справка я сидел пять дней в карантине но он уже вышел это еще хорошо что пять дней сделали весь вопрос максим интересы сборной должны быть выше интересов вы мой прогноз помните по нх ловцам на олимпиаде даю еще один прогноз олимпиады не будет может быть она начнется она не закончится почему потому что вот потому как идет сейчас омикрон по миру у нас же его еще нет практически в китае его еще нет но вот как раз ко времени начала олимпиаду он накроет это максимум вот представьте себе картину при нынешней ситуации когда нулевой нулевая толерантность к любому штамму да вдруг ни с того ни сего половина команд вот так вот раз и не только хоккейных а сборных в принципе с лыжниками с саночниками со всеми половина раз и и что делать дальше с олимпиадой максим абсолютно прав и тут нет никакой у меня улыбки меня останавливает смущает и удивляет то что илья ковальчук говорит 23 января мы должны назвать 25 игроков 25 это классический состав и сборной на олимпиаду но где такси команда где резервисты почему не 35 почему не 30 что делать если там заболеет пять игроков видим такое положение ведем положение называешь под расширенную заявку дали до 25 если такое же положение как на молодежном чемпионате мира что один заболевший технического раза бы было уточнение что не объясни расскажи что я не слышал ну я не помню я читал но это было сто процентов что не будет про же то есть тогда это будет один игрок не означает цирк цирк в другом ракурсе то есть допустим тебя заболело 8 человек и ты здоровыми играешь играешь то три пятерки там играешь там в четыре защитника надо расширенную делать заявку почему такси не делают они понимают там ограничено количество за и за этих аккредитаций мне кажется дайте больше аккредита время другое сейчас же не стандартное время но это не мы решаем да не но мы его комитет вы же обсуждали надо мне кажется это будет уже вопрос решенный другое дело ты говоришь заболеет наши я так помимо перед тем как они вот этот пузырь китайский войдут они же будут карантин у нас пройдут надеюсь у нас идеальный азии пузырь идеальный быть улетят здоровыми но не знаешь такой олимпийской деревне это все страны тусуются вместе пускай они даже будут разделены на то что не будет все от команды отделены они отделены они сидят каждой всем корпусе но у них все равно столовая не стал лохи и пересечения до еда им же не будет каждого номер не доносить у них общий территорию них ручка двери из-за которой открывают куда-то вход общее до главной опаской что-то микрон чрезвычайно заразные тут правильно простуды простуды на которые разговаривают в америку все рекорды побито больше миллиона там полтора миллиона простуды как она идет а когда в канаде в канаде специально было максимум 11 тысяч болезнь в день вот она прошлой неделе смотрел конце 84 это под 100 тысяч болезнь в день канаде стране где там 33 миллиона все жители и опять же которую такая на острове симптомно проходит большинстве своем а это никого не волнует он то и проблема только согласен что может олимпиады на крыше главное обратить внимание последнее время никаких ведь не было заявлений там официальных лиц мог что вот все нормально пройдет нет у них проходит у них проходит регулярные пресс-конференции по моему даже вчера была очередная пресс-конференция никто там тоже не бил в колокол паники какой мне кажется что это опять же в чем-то связано с контрактами потому что организаторы китая да там ну да у них контракты они все подписали телевидение спонсор и есть наверняка там пункт в контракте форс-мажор то есть они все приехали мы всех приняли и вдруг начался вирус и по форс-мажора мы отменяем тогда мы деньги не теряем это просто то что прописано в контракте вот есть не отменят сами они потеряют в день сиденье придется возвращать спонсор важно дополнительно важный момент мне кажется он тут может да еще что то что слышал информацию сейчас ссылаются на токийскую олимпиаду что и на год перенесли в рыбу все прошло там даже там миллиардные потери у комитета японии что то нет бы сдвинули до 1 раз они видели что да да сдвигая китайцы да такие защита я смотрю китайцы они смогли поворотят хотя не доверяют их цифрам ну первую самую волну у них там минимальное число зараженных умершь я думаю может они как-то отфильтруют когда будут приезжать спортсмены на олимпиаду а вот на границе аэропорта оформляясь я думаю там только ты же говоришь на какие-то сумасшедцы всякие тесты есть которые все мы думаем мне кажется отфильтруют это поют деревню там уже мне кажется может быть надеюсь что там уже не будет заболевших я помню будет приезжать туда полиция волонтеры ну да думаю ну так конечно будут горничные там и все будут но я но это же делал китайцы мне кажется тут надо мы ничего не можем делать и спорт ничего не может делать вот им ты говоришь сквозь медицинское руководство политическое руководство пробиваться мне это знаете что напоминает до середины 70-х годов прошлого века ну 20 было 4 венерических болезни всего официально хотя носит ничего не изменилось но сейчас их около 80 и в каждой стране и в каждой стране их число разное то есть то чего у нас почти больше всех то чего было всегда скажем так у человечества было всегда начинается венитическим заболеванием передается половым путем и считается что надо лечить а раньше 2000 лет не лечили и вот я вижу что к вид он приблизительно то же самое он вечно был в другом виде он вечно будет и вот мы чё вечно будем от него скакать и прятаться не но ты собрала на микрона тоже затихание идет эпидемия тоже все признают что такой нет не столь опасно как дельта была но только уже есть одно но омикрону скажу так пофигу привиточек или не примеру вот это показал праздничный а если следующий после омикрона пойдет тот которым будет пофигу иммунитет от омикрона так ладно фраза вот моя фраза то что я оформляюсь я оформляюсь на олимпиаду пекин я еду расскажи какие условия журналистов января надеюсь вылечу хотя все под срывом может быть и во первых разница менталитетах между токио на олимпиаде я тоже работаю и китайцами в токио японцы несмотря на свои потери они делали например такси для журналистов то есть тебе дают такой ваучер и ты например там 100 долларов по-моему как говоришь надо то есть ты можешь каждый долларов накататься на так что ты ни с кем не прискал сейчас я почитал правила китайцы говорят за такси пластите сами юанями то есть я вижу насколько они более жадные чем японцы хотя азиат вроде абсолютно разные менталитеты поэтому они до последнего будут за это олимпиаду держаться еще есть одна история то что тебя сразу сажают если у тебя положительный тест неважно там что к вид серьезный слабая микроны ты попадаешь карантинный отель который от государства и сколько там ты и ну пять дней минимум пять дней оговорить 21 где это уже 5 уже и уже прогресс это что есть уже жалобы иностранцев которые уже попали там предельно раньше они говорят блин мы сидим в номере убирать его нельзя по их законодательству китайском праве даже пока ты не выселился горничный не заходит там просто сырые грязные комнаты абсолютно антисанитария абсолютно не то что четырехзвездочный пятизвездочный отель грязный номер хорошем отеле так понимание был канадский нормальный номер а тебя просто сажают какую-то каземат грязный номер что даже разрум его убирают и не умеют это ты заезжаешь уже убраны нет грязные стены и ты сидишь просто в этом году да еще плюс китай не забывайте заблокированы все соцсети бери книжки стоит ты можешь попасть соцсеть если у тебя есть олимпийский доступ в интернет но но если тебя приняли в аэропорту и ты успел оформить это просто будешь сидеть без этого без всего без интернета без а без коммуникации без какой-то санитарии грауда ванчей залечить будут вообще непонятно так что и когда nha от этой темы отказываться я их понимаю потому что олимпиады с одной стороны святое но олимпиады должна быть праздник здесь я пока никакого праздника не вижу и спортсменов то что даже заселит тут но может быть у них будет чуть-чуть получше условия но их заселит всех государственные отели но я был с кунь лунем играли когда они были в китае да такие этот момент соцсетями есть нет плане что он не они отключены ты не можешь пользоваться а сам интернет что-то работает на большинстве своем не работает но не пробовал поэтому не могу сказать и вот если брать китайцев мы говорим про грязные номера удовольствием прямой приходить приходишь в ресторан на ужин там сидят китайцы они могут спокойно взять вытереть там салфетка лицо и бросить на пол то есть я первый такое вижу причем дорогом ресторане на пол прямо на пол кидаю там и все и не в не проблема то есть надо сказать одну вещь признать я работал на олимпиаде в пекине 2008 году летний она была одна из лучших по организации был вообще-то в восторге сам я был в восторге но это был тот внутренний пространство периметр да где были объекты медиа отели вот если не выходить туда за территорию но все-таки ковид отеля будто за территории государстве будет в этом проблема есть теперь можно обсудить наш инсайт матч-тв который мы давали сборной россии пыталась привлечь игроков нхл все-таки был какой-то план но в итоге сорвалось и в ближайшие часы наверное может уже объявили и хф хочет документарно запретить игрокам инхайл отправляться в самоволку то есть если эти 10 контракт сиди отрабатывая в лиге собственно так было и перед кореей восемнадцатом году удивлен ли ты сергей нет не удивлен потому что мы же слышали там услуги что сборная россии предлагала там страховки выкупать там контракт на это время там олимпийских игр но это же если кто-то из наших игроков поехал цепная реакция была там сразу бы все было стали бы шведы финны чехи и все бы начали говорить мы тоже готовы там за свой счет за счет федерации лететь поэтому и выхода у другого нхл не было как дисклифицировать игроков которые самовольно покинут клубы тут в принципе логично это было только почему это делать и хф почему международная организация отстаивает интересы частной хоккейной лиги но потому что я тебя не получишь 5 мира игроков только только силу я помню очень жесткую реакцию нхл когда сбежал радулов один человек сбежал в салат юлай сбежал при 10 в контракте в нэшвилле и каждый раз я лично когда приезжал на какие-то мероприятия нхл там матч звезд еще где-то я подходил гарри бэтмана это достаточно легко сделать он мимо тебя проходит американский менталитет просто можешь разговаривать с ним вот я говорю как там насчет отношения с россией может быть когда вы там матчик нам приедете проводить еще что-то вот он без всякого протокола без цитата не бросает на ходу когда вернете радула вот реально в то время было такое отношение ради одного человека пошли на принципы правильно сделали потому что ну какого фига это цепная реальность и файди может пойти на пинтер и если и хф примет сторону конечно же не нхл будет евро турция мира а что туда ты помнишь чемпионат мира без нхл игроков конечно помню что был но 95 год был без нхл докадать на всех да да впервые финны выиграли то что локаут у них был да они продлили сезон а вот тогда да я не помню но расскажи что какой был чемпионат мира к по качеству ну конечно да сама был чемпионат мира лана вот олимпиад был сам провален и мы на смене от мамы богатом с цикл да по олимпийским программ еще работали хаммер самый провальный был олимпиаду потому что все уехали в том числе наша молодой пока не смог потянуть там был мой очень маленький промежуток там они начали олимпиаду проводите но сдвинулись вниз не пересекаться с летней до тем втором году было две летние зимние идет счет а мне сделал только зимнюю и там получилась такая слова олимпиада вообще на правду форсберг вот идет суши он способствует лицами болитами а у нас была такая слабая сбор вообще турнир бы такого низкого уровня что до сих пор плюют начиная с организации вообще там лили хаммер он оказался случайным городом часть нет реально да я был там деревья да там все знали что вы что в девяносто четвертом году олимпиада должна быть софии все знали и как бы в первом туре все проголосовали за софию но там нет такого что можно выиграть в первом туре да софия собрала 90 процентов голосов и во втором туре все решили что типа ну за софи софии так все понятно а мы тут будем свои долги возвращать и второго тура софия вылетела как набрав все меньше всех это самых голосов потому что все там по-своему раздавали очки и всем уже после этого было по барабану где будет олимпиада проходить и в итоге оказалось деревня норвежская в конце передачи давайте все-таки понятно все олимпийская тема я кстати вот эту тему подытожу то есть задам короткий вопрос правильно ли то есть в интерес в сборной останавливать чемпионат кхл если говорить об интересах сборной или неправильно то есть если ставить сборную как вершину наши хоккейной пирамиды и вот чтобы китайцы латыши россияне поехали сильнейших составах на олимпиаду а потом уже делать что хотите переносите матч играть ваша правильный или нет или чемпионат кхл должен быть самобытным сильным это вопрос конечно это на целую передачу может на 2 а вот я хочу к емкий ответ нет а я не возможно нет эти просто скоро скажу здесь это решение она правильно и она должно быть так оно я считаю но правильно для всех а насчет интерес в лиге пока это будет ли государственная в нее единственная ее задача готовить игроков для сборной вот хотите вы своих клигу устраивать на свои деньги как нхл и идите не сверху а снизу пусть там как галецкий будет футболе наберите там 6 команд за свои деньги делать что хотите олигарх да плють и плють и вообще на это на их афе как нхл а сейчас какие там интересы ли какие интересы лиги у нас интереса сборных того что все клубы финансируются государством ребята очень очень интересный момент я прям не буду этим развивать на меня зацепила новость на днях я увидел тордив приехал на украину потому что альтернативный чемпионат как раз про олигарх драма торс там был донецк владелец донецка да 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 и он организовался суперлигу приехал тордив искал твоя лига суперлига я вообще не знаю вы никто не легитимны или стали нас крест то есть даже ты можешь создать за свои деньги лигу здесь в россии да ты если не будешь иметь от фхр разрешение на проведение чемпионата ты никто не смотря как у тебя будет лига он он никакой нет соглашение с канадской ну-ка там канада хоккей называется ничего не прикажу вот есть ты если монстр из тебя деньги ты сам все решишь за себя там как алика дети игроки из конечно будет украинской лига ее конечно можно задвинуть тоже эти игроки никому не нужны а вот приехал на украину ставить на место украинский хоккей ну так что ты тоже считаю решение про решение правильно паша и мне каждого выхода не было потому что морозово сказал что так развивать стремительному сеть увидим это пандемия до что низком нет им будет играть команда просто несколько будет играть давайте скажем что сергей до лига пыталась пойти навстречу максимально продлевали давали и вот здесь как бы уже когда вы уже пол лиги не заболела уже не закрылась на карантин тогда только решили давайте говорить о том что лига олимпийские игры будут стоять из игроков ментитальной хоккейной лиги без вернее игроков национальной хоккейной лиги и олимпийские игры проходят раз четыре года и почему на не на неделю раньше не закончить не остановить вопрос об одной неделе да вопрос о неделе я делаю столько шума абсолютно логично всего по большому счету три крупных тура там 15 там 15 4 и 21 19 21 все по большому счету речь идет о четырех турах хоккейных то есть форс-мажор перенесите и я считаю что абсолютно все логично и сейчас есть возможность будет уже в игрокам сборной спокойно готовится к алипийск максим твое мнение сборная если нет сборная само по себе это понятно что у нас сборная всегда у нас сборная где угодно рейтинги кхл что угодно телевизионные рейтинги да там всегда сборная смотрится покрывать как бы ковцу любые чемпионаты вопрос в том что пока мы не изменим отношения причем на верхушке не хоккейная на верхушке на к коронавирусу мы будем получать молодежные чемпионаты вот как последний мы будем получать черти что в чемпионате в регулярном в нашем да здоровые люди с бумажками что они больные в итоге команды не играют и у нас это будет продолжаться этот бардак будет продолжаться бесконечно да вот значит молодежь чемпионат мира хотел бы добавить мысль а ведь я считаю может кромоска расчитать к лучшему что отменили да если будет летом проводить что будет летом тоже приедут все сильнейшие молодые эти у кого возраст выйдет не выйдет они сейчас они как бы сдали вот это что вот эти все которые какой там год 2001 до 2002 ну то есть там это будет из швед там сумасшедший рэйр райманда там нет нет но это к не так вот тогда сезон закончится волосу и он сможет как на чемпионат мира имею ввиду наши чемпионат мира ежев да да а здесь поют весь молодняк будет и к всем синий шага россия нету джокера как свечников был но к сожалению россиян сейчас не жарили джокера за то этих будет очков молодежка сейчас играет он хел они смогут сыграть в этом летнем эти молодежь чемпионат мира будет турнир я что это велик шанс зато будет действительно настоящий турнир конечно это будет такой аналог кубка мира да 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 весь вопрос как они все это организует они пока не представляю и потом это будет как прецедент может мы говорим вот такой решение который вызов который устраивает тех это про эти олимпийские не касались ли ждут что сейчас и да слышал информацию об этом году я об этом говорю уже там 10-15 лет я согласен не заканчивать сезон а начинать надо менять конечно структуру календаря международная это отдельная тема для разговора то что сейчас я все-таки устарел и я бы действительно принес олимпий олимпийский поэтому ты молодежь и от мира это будет прецедент и вот я уж дом с этим или у нас будет смотри нас будет в июне о чем говорить нас обычно юнит вообще пустой дыхать кроме кроме он хочу ниже циклах они отдыхают страницу поэтому они номер один не нужно логично тоже нету генхал играет в июне логично водич так что нормально я сейчас будет вот такой турнир закругляя нашу передачу которую мы собрали все горячих хайповые новогодние темы тут на самом деле долго давайте не разговаривать на эту тему нельзя не поднять роман ортенберг главный тренер ска прекрасно 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 я заметно писал что вы это пример вот он вернулся мы вернулись а скорее когда тренер отвечает за все как тарасов отвечал как тихонов отвечает за селекцию за детей за жен за деньги за все то есть не все власть кстати кумир ортенберга тихона управлять прям с него копирует много потому что он тарас не застала тихон он застал ну это правильно это нормально потом же так он уже был по сути тренер уже несколько раз просто сейчас как бы это все сделали неформально документально это затем надо опытом следить что действительно человек один отвечает за все вверх он молодчага считаю смелый вообще не побоялся на себя взять в ответственность столько хрита кругом да сейчас очень проиграет уже так рискует но он молодежь верить себе я считаю правильно я буду всячески поддерживать потому что опыт при ссср это показал что вот это только такая система работ когда один человек держится тебе все сейчас пришли потом эти менеджеры учет не нравится ему на тренер под зад колено приплодит какой-то неизвестный иностранцы чего вообще происходит вот там смотри они базу сделали до инфраструктуру штамм город хоккейн город сейчас дворец уже начал крышу подводить под скорее уже в этом году будет закончится карьерами карьер не завалит они арендуют там это не нет лет ледовый но но новый который но он чемпионат мира дает не они они будут нашему они штамм будут играть но они до там 5 запредельную вместимость будет до что я считаю абсолютно нормально логичное решение я его всячески поддерживаю сергей что ты просто то что было неофициальным стало официальным мы же знаем что он давно уже руководит ска просто номинально отчислился главным тренером брагина я думаю что лучше прежде всего самому брагину потому что всем всем занимался ротенберга ответственность нёс брагин теперь вся ответственность на ротенберге да конечно мы уже правильно искали хейта получил мало кто позитивно к этому отнесся но по крайней мере теперь будет интересно посмотреть пресс-конференции это раз его вторых теперь вся ответственность на романе тренберга а у меня есть большое подозрение с красным флагом бежал к руководству команды что его бросили по танк потому что ска есть человек который может бросить по танк даже роман есть начальник у романа ротенберга ска это геннадий тимченко это не то есть его отправили а если вот так намекнули что я так скажем так моя придумка моя вера что когда он то есть роман ротенберг усиленно лоббировал брагина ему сказали но если и у этого не получится пойдешь кайлоу дубль пойдешь сам добывать золотишко ну я когда ротенберг заговорил о том что брагин не справляется и мы сказали иди нет все таки я бы не согласился с этой версии с этой теории заговоры по одной причине то что он несколько лет готовил себя к тренеру потому что он получил диплом в омске пускай даже заочно но он ставил на лавке и во время того сезона когда был к вид команде он и на чемпионате мира кстати видео есть его не укладываю идет игра тренеры стоят а я снимаю ротенберга который там наверху стоит там где вот сверху такие столы на галере в риге и сидит там да в риге и сидит человек там за компьютером ноутбук эртенберг стоит над компьютером то есть не какая-то ли статистика продвинутый ли он что-то смотрит у нее наушнику здесь он так смотрит что-то передает туда вниз вот так то есть он он как бы хочет усилить игру ну то есть я вижу как в инхэл в инхэл ходят с айпадами по лавке показывает там что там сделать как смену провел это грамотный ход мы видим как матчи вот была была игра недавно кстати как раз sky проиграл акбарс из-за того что тренер видео просмотров акбарса взял челлендж ну правильно там по отменили гол кетова по ловушке да гол кетов отменили потому что они вот там кто-то кому-то позвонил все это поймали и вот он пытался вот как-то все дистанцироваться то есть это как через замочную скважину чинить там какие-то приборы бытовые здесь мы сказали не мучайся встань на лавку и давай без этих всех напрямую там идея руководи вот он в итоге стал то есть не то что он вдруг вы бросили на дот и он к этому готовил себя но мне очень хочется чтобы у него все получилось а потом хотя бы причине чтобы было про просить пробита дорожка к тренерским к тренерской должности помимо обязательных этих карьеры хоккейной помимо там еще лучше нхл да а пример как раз нхл ты дает вспомните бом он не играл никакого уровня бэбк не играл на сам уровне купер не играл на особо уровне троц не играл на газу тоже гладь о чем пришел не играл профессионально карьеру не это не имеет значения вот мы это говорят чемпионате мира 95 95 года до конкурс не прихватываются впервые финляндию грыл впервые кто тренировал швед линстр никогда не играл выше школьный учитель а чё у романа реттенберг есть огромное преимущество перед всем знаете какое день может в любой момент в любой момент в перерыве или даже во время матча пообещать своим игрокам любые премиальные за победу и после финальной сирены как Назаров говорит на деньги не своди бегите туда закопанные эти деньги закопанные кстати кто-то не помню где-то прочитала не помню где сравнили эту ситуацию с валерием карпином который был гендиректор спартака сам себя назначил тренером когда уволили по моему лаудропа он сам его уволил его и у меня не было никакого диплома не было лицензия был скандал там и он просто встал но это не очень хороший пример но был игроком во-первых игрок а вторым тренер ничего не выиграл да но посмотрим если на самом деле реттенберг выиграть клубу гагарина это будет очень прикольно хотя бы финал это будет прикольно чисто потому что он порвет шаблоны порвет шаблоны потому что раньше такого не было раньше канадец там не выиграл нас потом кинон выиграл боб харт роман аркадьевич удачи аркадьевич леонид аркадьевич кубович такая была передача отдел хоккея пишите в комментариях темы которые хотите обсудить пишите согласны вы с нами или нет и давайте общаться лайки подписки комментарии мы от вас ждем пока пока а